В эфире телерадио компания Шебекина, в студии Алексей Коновалов. Здравствуйте! Главные новости из жизни городского округа в нашем выпуске. Молодежная телестудия «Новый взгляд» появилась на базе телерадио компании Шебекина благодаря победе в конкурсе общественно значимых проектов «Единой России» от первичных отделений партий. Ранее в наших новостных выпусках мы рассказывали о том, как проект воплощался в жизнь. 12 сентября состоялось торжественное открытие студии. Подробности в нашем репортаже. Приглашенные и гости торжественной церемонии поднимались по центральной лестнице Дворца культуры. Их встречал и приветствовал единоросский Мишка. На мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель председателя Совета депутатов Шебекинского городского округа, член фракции партии «Единая Россия», заместитель секретаря Шебекинского местного отделения партии «Единая Россия» Белоусов Сергей Валерьевич. Исполнительный секретарь Шебекинского местного отделения партии «Единая Россия» Анна Сергеевна Ковыршина. Руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Зоя Николаевна Руслая. Целует уверенно, смело, о себе, так характер вели. Ну а если берутся за дело, то в руках это дело горит. Сегодня у молодежи много интересов. Музыка, интернет, общение. Молодость – это время для творческого поиска. Но как обрести уверенность в себе? Как показать свою значимость? Новый взгляд – это возможность увидеть платы своего труда в новостных выпусках телерадиокомпании Шебекина и социальных сетях. По своей сути, это площадка, на которой дети, подростки, молодежь смогут воплотить свои идеи в жизнь. Проект обеспечит молодежи нашего региона возможность участвовать в решении социально значимых проблем общества. Студия «Новый взгляд» ждет молодых людей, которым есть что сказать и готовых новому научиться. Молодежная студия ждет тех, кто мыслит позитивно, смело, креативно. Вниманию присутствующих был представлен видеосюжет о том, как все начиналось. Видеозарисовки студийцев, сделанные под руководством специалистов телерадиокомпании, их первые пробы пера. В данном случае видеокамеры с интересом посмотрели школьники. Возможно, кому-то из них захочется прийти к нам в студию. Добро пожаловать, ребята! Добрые слова приветствия Сергея Валерьевича Белоусова добавили всем хорошего настроения и уверенности в большом будущем телестудии «Новый взгляд». Сегодня, наверное, для всех нас, шебекинцев, знаковое событие, можно сказать, наверное, в истории нашей «Новый взгляд» телерадиокомпании. То, что открывается еще одна телестудия, это, наверное, очень хорошо, что и партия «Единая Россия» поддержала эту идею, и на региональном уровне мы защитили этот проект. И он очень приятно, что успешно реализуется у нас. Организаторы праздника пригласили всех пройти в телерадиокомпанию «Шебекина». В момент рождения молодежной студии «Новый взгляд» право перерезать красную ленточку предоставили почетному гостю Сергею Валерьевичу Белоусову и инициатору партпроекта секретарю Шебекинского первичного отделения номер 6 партии «Единая Россия» Зои Георгиевне Войтовой. По славной русской традиции, перед входом руководителю молодежной студии «Новый взгляд» Алексею Коновалову вручили символический ключ. Следом за Мишкой в студию проходят молодые студийцы и приглашенные гости. Доброжелательный Мишка в этот день пользовался у ребят особой любовью и популярностью. Все непременно должны были с ним сфотографироваться, и Миша охотно позировал. Будущим операторам и репортерам от местного отделения партии «Единая Россия» были вручены ручки и блокноты с партийной символикой. Итак, молодежная студия «Новый взгляд» открыта. Студийцам и сотрудникам телерадиокомпании предстоит пройти новый интересный путь. И только совместными усилиями мы достигнем долгожданных результатов. Во все времена молодежь играет свою особую роль. Быстро и точно реагирует на состояние окружающей среды, условия и качества жизни, ищет пути для становления новой социальной реальности и справедливости. Теперь возможность оказаться полезным обществу появилась и у молодежи села Купино. Там, на базе Дома культуры, открылся Центр молодежных инициатив. Потребность практической реализации своих личных способностей и талантов является неотъемлемой частью современной молодежи. Молодые люди всегда стремятся к общению и взаимодействию друг с другом. Теперь предлагать свои общественно полезные идеи и реализовывать их в жизнь Купинской молодежи есть где. Я очень рад, что в нашем селе открылся такой вот центр. И вот я сюда зашел, и хочется пойти и туда, и туда. В общем, везде хочется пойти. Это очень разнообразный центр. Здесь мы сможем друг с другом общаться, развиваться, участвовать в разных конкурсах, мероприятиях. В общем, это очень большой толчок для нашего села. Центр молодежных инициатив в селе Купино открыт благодаря Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области, Управлению молодежной политики, областному ЦМИ и администрации Шебекинского городского округа. Ребята, мы прекрасно понимаем, что вы наше будущее, вы наше благополучие, вы наше будущее нашего края. Поэтому мы должны максимально создать условия для развития личности каждого из вас. Поэтому при огромнейшей поддержке Управления молодежной политики Белгородской области было организовано вот это замечательное место, которое, мы надеемся, станет центром притяжения молодежи. Ребята, я желаю вам новых идей, новых инициатив и желаю, чтобы они все были реализованы. Всего вам самого хорошего. В этот праздничный день активистам Шебекинского местного отделения Белгородской региональной общественной организации волонтеров «Вместе» были вручены благодарности Ресурсного центра развития добровольчества Белгородской области. Центр молодежных инициатив – это поддержка и продвижение социально активной молодежи в различных социально значимых сферах деятельности, а также поддержка талантливой молодежи, чья деятельность направлена на развитие гражданского общества. Центр молодежных инициатив села Купино будет вести свою деятельность по четырем основным направлениям – коммуникативное, консультативное, образовательное и творческое. Для жителей и гостей села Новая Товолжанка минувшая суббота представила уникальный шанс погрузиться в атмосферу бала начала XX века. А шанс этот дал третий открытый зрелищно-событийный праздник «Водкинская осень», состоявшийся на территории местного центра культурного развития. В самые гуще событий побывали наши корреспонденты. Данное мероприятие, задуманное и проведенное впервые в 2013 году, посвящено пропаганде исторического наследия династии Бодкиных, очень много сделавших в свое время для Шебекинской земли и российского государства. Крупный сахарный завод, общежитие для рабочих, больница, школа – вот далеко не полный перечень плодов в рук прогрессивных русских промышленников. Память об этих людях жива и поныне, и подтверждением этому служит прошедший зрелищно-событийный праздник «Водкинская осень». Главное условие для участников – это одежда и аксессуары в традициях светского мероприятия. Женщины – в нарядах в стиле XIX века или вечерних платьях, а мужчины – в строгих костюмах или смокингах. На фестивале нам очень нравится, здесь много людей, они все отзывчивые, добрые. Они представляют свои палатки, разные площадки, и у каждого есть свои интерактивы и развлечения. Красочным дополнением программы праздника стали интерактивные бальные салоны. Здесь каждый желающий смог пройти незатейливые конкурсные испытания. Художественный салон привлекал к себе ярмаркой продажей сувенирной продукции, картинами самодеятельных художников, графическими портретами с натуры, мастер-классами по росписи и художественными фотографиями. Театральный салон давал посетителям возможность перевоплотиться в самые немыслимые образы и сделать селфи на добрую память. А почему же не использовать возможность сфотографироваться еще и на фоне живых скульптур? С фантазией и увлеченностью авторов выполнена оранжерея «Благоухающая осень». Так и манят к себе ее вкусные и ароматные дары. Те, кто поспешил посетить литературный салон, смогли насладиться изысканной поэзией. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням. Расправил волоса рукой – вошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота. Бринчат кавалергарда шпоры. Летают ножки милых дам. По их пленительным следам летают пламенные взоры. Представительниц слабого пола в дамском салоне поджидал шляпный вернисаж. Это шляпка сделана вручную. Кромодел на подкидке. Очень, просто прекрасно. Это специально. У нас дамский салон. И в дамском салоне есть такое место – шляпный вернисаж. Мы специально для шляпного вернисажа делали своими руками шляпки для милых дам. Хотите примерить? Мне нравится тут находиться, так как можно узнать что-то новое для себя, почерпнуть, посмотреть, что тут представлено, какие вставки. А что это было? Примерить, конечно. Примерить, купить. Завтра снова закружат дела. Завтра снова вернется, что было. На том, что принцессой была, я хочу, чтобы я не забыла. Интерактивная выставка собак притягивала к себе всю детвору, участвующую в празднике. Здесь можно было весело с ветерком прокатиться в собачьей упряжке. Акцентом праздника стала бальная зала с театрализованным прологом бал в честь Боткиных, массовым исполнением бальных танцев, хореографическими коллективами Белгородской области и Шебекинского городского округа. И вот церемоний мейстер открывает долгожданный бал. В бальной зале появляются вышедшие из прошлого Дмитрий Петрович и Софья Сергеевна Боткины. Именно они пригласили в этот день многочисленных гостей на свой традиционный осенний бал. Как и положено на светских балах, гостям здесь подавали от щедрот хозяйских сладости и напитки. Еще в бальной зале звучали забытые, а для многих молодых зрителей и вовсе незнакомые, чарующие мелодии. Бальные танцы сменялись один за другим. Полька знакомств, вальс-гавод, подыграс, фигурный вальс. В промежутках исполнялись романсы, стихи, увлекали забавные игрища и развлечения. Закончен бал, но не погасли свечи. Да, бал закончился, но в душах людей действительно надолго поселились чувства присутствия в настоящей сказке, радость от общения и ожидание новых незабываемых минут наслаждения на следующем осеннем балу у Боткины. Как известно, физическая нагрузка может оказаться как полезной, так и вредной. В том случае, если построить тренировочный процесс грамотно и дозированно, физическая нагрузка окажет исключительно полезное действие на тело. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому основной направленностью нашей деятельности является профилактика здорового образа жизни. К основным принципам и методам профилактики можно отнести оптимальную физическую нагрузку. Что обозначает оптимальная физическая нагрузка? Сюда можно отнести ходьбу в умеренном или быстром темпе от 5 км в день. Это занимает около 30 минут в день. Далее, это 8-10 упражнений на укрепление мышц, которые проводятся ежедневно. Это упражнения для поддержания гибкости. Упражнения на равновесие 2-3 раза в неделю. Также плавание в бассейне 3 раза в неделю. Также рекомендовано проведение ежедневно физической зарядки, которая занимает утром 5-7 минут. Далее, на рабочем месте каждому нужно проводить физкульт-паузы, которые занимают около 1-2 минут. Эти физкульт-паузы проводятся на рабочем месте, и ее интенсивность и продолжительность зависит от конкретного рода деятельности, от профессии. Обычно это где-то 6-8 упражнений разминающего характера. Такую физкульт-паузу целесообразно проводить 2 раза в течение рабочего дня. И далее, вечерняя гимнастика. Она необходима для того, чтобы расслабиться и снять напряжение в конце рабочего дня. Также это дыхательная гимнастика и растяжка. Не стоит забывать о бассейне и о водных процедурах. 10 видов спорта и более 250 участников. Команды работников Шебекинского завода премиксов номер 1 выявляли самый спортивный отдел. На территории стадиона «Химик» состоялась третья заводская спартакиада, посвященная годовщине пуска предприятия. Команда какого подразделения оказалась быстрее, выше, сильнее, узнайте в нашем следующем сюжете. С 2005 года закрытое акционерное общество «Завод премиксов номер 1» осуществляет производство премиксов и входит в пятерку крупнейших производителей России. География продаж постоянно растет как внутри страны, так и за ее пределами. А в сентябре текущего года начнутся поставки «Эл-Лизин Сульфата» в Иран. Но главная движущая сила предприятия – это, конечно, сплоченная команда единомышленников из 760 человек, многие из которых в этот день пришли на стадион. Сотрудники своим отношением к делу ежедневно помогают заводу идти намеченным курсом, строить далеко идущие планы и занимать ведущие позиции в отрасли. Что и подчеркнул, открывая соревнования, заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Станислав Олейников. Я хотел бы искренне поблагодарить вас всех за ваш труд, за ваше участие не только физическое, ежедневное, но и прежде всего интеллектуальное в отстаивании интересов и продовольственной безопасности Российской Федерации. Поздравляю вас с сегодняшним событием, со спортивным праздником. Уверен, что это мероприятие в очередной раз сплотит ваши ряды. Безусловно, будут сегодня победители соревнований. Хотелось бы, чтобы все получили сегодня замечательный заряд, такой эмоциональный, физический, но и, конечно же, духовный. Также на мероприятии присутствовал глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Здоровая семья, здоровая нация – это залог стабильности и развития государства. Я сегодня благодарю Алексея Георгиевича, что он поддерживает спорт, что сегодня ваш коллектив является по многим показателям спорта передовым. Это сплочает коллектив, а участие каждого из вас в Олимпиаде, в Спартакеаде – это еще раз подчеркивает ваш спортивный дух, это движение к новым целям, к новым достижениям. Это ведет к сплочению вашего и так уже дружного коллектива. Трудно сдержать эмоции, когда за звание сильнейшего бьются не просто товарищи по команде, а коллеги. В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и женщины. При этом видов спорта было столько, что проявить свои таланты можно и в скорости, и в меткости. Десять команд состязались по следующим видам спорта. Стрельба из пневматической винтовки, волейбол, поднятие гири, перетягивание каната, бег на 100, 1000 и 3000 метров, подтягивание на перекладине, прыжки в длину. На стадионе развернулась напряженная борьба между командами. Здоровый азарт и предвкушение победы были у каждого участника спартакиады. Спартакиада стала настоящим семейным праздником. Для детей аниматоры провели интересную развлекательную программу, желающие свободно посещали веревочный городок. Всем участникам соревнований и болельщикам предложили отведать вкусную солдатскую кашу. А поддержать работников в спортивном настрое, пожелать удачи и прекрасной игры приехали творческие коллективы Дворца культуры. И вот пришло время подводить итоги. Судьи объявили результаты спартакиады. Переходящий кубок завоевала команда цеха производства «Лизина». 14 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе города Шебекино прошло первенство Белгородской области по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Подробнее с места соревнований. Самбо – это комплексная система самозащиты без оружия, разработанная еще в Советском Союзе. Невзирая на свой молодой возраст, самбо – весьма популярный и интенсивно развивающийся вид спорта, о чем говорит число приемов, непрерывно прирастающих в его арсенал. Я вот смотрю, какое большое количество ребят занимается этим прекрасным два спорта, отдает свое время. Я желаю, чтобы этот вид спорта только процентуал, но и набирал большое количество его участников. За победу боролись 236 юношей и девушек из городов Воронеж, Старый Оскол, Валуйки, Грайворон, Белгород, Губкин, Строитель и Шебекино. Самбо – это не только вид спортивного единоборства, но еще и систему воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. Во время проведения соревнований в стенах ФОКа царила праздничная, но вместе с тем накаленная боевым духом атмосфера. Подбадривающие скандирования болельщиков сменялись тактическими подсказками тренеров и замечаниями арбитров. Несмотря на столь юный возраст участников, борьба за пьедестал разгорелась не на шутку. Но иначе никак, ведь соревнования для того и проводятся, чтобы выявить ошибки, в дальнейшем их не допускать и идти только вперед. По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города! 20 сентября приглашаем вас на незабываемую встречу с государственным ансамблем песни и пляски «Казачья воля» из города Волгоград. Начало концерта в 18 часов 30 минут. Билеты 300 и 400 рублей уже в продаже. Модельный дворец культуры объявляет набор девушек в возрасте от 14 до 22 лет для участия в молодежном городском конкурсе «Мисс Шебекина-2019». Заявки на участие принимаются во Дворце культуры в кабинете 126 с 9 до 18 часов до 13 сентября. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Константин Егоров, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглодова, Виктор Копылов и Алексей Коновалов. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова